Художник-дизайнер Ирина Быкова представила Югру на Всероссийском ремесленном форуме в Анапе. Все подробности узнаем прямо сейчас. Автор бренда ягоды Югры Ирина Быкова с нами на прямой связи из Нижневартовска. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Рады вас вновь видеть на нашей программе. Рассказывайте, как прошла поездка, что нового для себя почерпнули? Поездка прошла у меня замечательно. Новая. Я ехала туда послушать и познакомиться с экспертами. Открыть для себя новые площадки для продвижения своего бренда и нашей Югры. Ну и, конечно, познакомиться с новыми людьми. Вот как раз-таки по поводу людей. Много ли участников там было? Мы знаем, что более 200 мастеров, насколько нам известно, были представлены. Причем от самого крайней точки до другой самой крайней точки. Правда ли это? Да, действительно, было больше даже 200 участников. 18 экспертов, которые, ну, говорю, участники с разных уголков нашей России. Конечно, основная масса это была с Краснодарского края, но были и из Камчатки, и из Якутии, и из Югры. Вы, кстати, двое человек, я не одна была там. И, ну, и с других мест. Скажите, Ирина, вы представляли свои изделия на форуме? И давайте напомним, из чего состоит ваша коллекция, что вы создаете? Ну, я создаю ягоды Югры. Это авторские украшения, которые сделаны из стекла, художественное литвое стекла на огне. И просто, я говорю, я заморочилась. И создаю большую коллекцию наших ягод. На сегодня у меня уже более 15 ягод в коллекции, плюс еще кедровые орехи. Ну, и, конечно, я не думаю, что я остановлюсь, я буду продолжать. Ну, это правильный настрой, действительно. Скажите, а вот по итогам поездки какие-то, может быть, заключались договоры, какие-то, может быть, партнерские отношения или что-то еще? Да, конечно. Ведь я для этого и ехала туда. Следующая у меня площадка, и представление Югры будет в Пензе. В июне месяце фестиваль «Конетель». И я как раз-таки Людмила Тимакова, это главный организатор фестиваля этого. И она сама себя называет организатор по жизни, которая проводит фестиваль у себя там в Пензе. И поэтому она меня пригласила, и вот в центре Пензы будут ягоды Югры. Ирина, расскажите нам чуть подробнее о вашей коллекции. Мы знаем, что у вас и новинки появились какие-то. Что сейчас у вас там? Какие ягоды представлены? Сейчас у меня в разработке, конечно, уже другие украшения. Это и заколки для женщин, и я разрабатываю запонки. Просто они еще у меня как бы на этапе разработки. И их же нужно не просто создать, их нужно примерить, одеть, поносить, удобно ли, все ли держится, ничто ли не спадывает, ну и тому подобное. Это называется пробирование. Поэтому я занимаюсь такой работой. Это поиск новых форм, опять же, форм и подачи. На сегодня у меня еще в стадии заключения договор с крупной компанией Санкт-Петербург, для которой я буду сейчас уже изготавливаю серию украшений. Ну и просто мне нужно поторопиться. Мы вас отвлекаем. Скажите, а где можно людям, простым обывателям, вот, например, Марине, если она захочет купить ваши серьги, где можно ознакомиться с вашей коллекцией? Ну, вы всегда можете заглянуть на страничку сайта Ягоды Югры, Юграберис. А также и там есть интернет-магазин. Сейчас у меня уже заказы по всей России. Люди спокойно, и я отрабатываю их желания. В общем-то, мы комплектуем тот или иной комплект украшений. Если люди хотят, подбираем стекло. Мне это несложно, мне это даже интересно. Когда человек, ну, вот, хочет что-то, ну, почему я не могу это сделать? Когда человек знает, что он хочет. Слушайте, это здорово. Мы желаем вам развития новых свершений, новых выставок и новых ягод. Спасибо большое за беседу. Хорошего дня. Да, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.